Единый государственный экзамен – неизбежная процедура для всех выпускников. Тем не менее, разговоры о такой форме аттестации не утихают до сих пор. Результаты ЕГЭ прошлого года в России, в том числе и в Кемеровской области, вызвали немало сомнений по поводу их достоверности. И хотя в Ленинске-Кузнецком перепроверок школьных работ не проводилось, специалисты Центра мониторинга качества образования проводят ежегодную встречу с родителями-выпускниками и руководителями школ Ленинска, чтобы еще раз напомнить об особенностях организации и проведении выпускного экзамена. Общую выработку стратегию, чтобы каждый выпускник, который сегодня будет сдавать экзамен, понимал, что его результаты честные, правильные, что никто не займет его бюджетное место, если он лучше подготовлен по тому или другому предмету. Вот, наверное, главная наша задача как раз заключается в том, вернуть доверие к единому государственному экзамену. Школы этим летом заканчивают более 309 и 11-ти классников Ленинска-Кузнецкого. Самые волнующие вопросы ребята смогли задать специалистам Центра мониторинга, где можно уже сейчас решать примерные задания госэкзамена. Как подать апелляцию, если школьник не согласен с оценкой? Юноша волновал вопрос, сдавать ли ЕГЭ вообще, если они пойдут в армию. Результаты в этом году будут действительно 4 года. Это касается в том числе и выпускников 2012 и 2013 года. Это, в принципе, очень хорошее изменение, которое сейчас появилось, поскольку вы с результатами ЕГЭ этого года сможете поступить в ВУЗ, отучиться там на бакалавриаты 4 года, да, и по этим же результатам поступить в другой ВУЗ, если у вас эти предметы есть, сданы были. Либо, если вы что-то хотите пересдать, да, полный, то на следующий год, пожалуйста, вы можете пересдать предмет, вы можете доздать какой-то другой предмет и тоже иметь возможности поступать в те или иные ВУЗы. В 2013 году в области 255 выпускников набрали 100 баллов по различным предметам. Кузбасс показал высокие результаты ЕГЭ по русскому языку. Радует и то, что уменьшилось количество так называемых двоечников. Всего 2% школьников не получили аттестат. В Центре мониторинга качества образования выразили надежду, что в Ленинске-Кузнецком, как и в прошлом году, все пройдет спокойно. Главное – заранее подготовить всех участников предстоящего экзамена, познакомить со всеми нюансами ЕГЭ, чтобы ничего не помешало главному герою-выпускнику по максимуму показать свои знания. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова